Меня в детстве чуть не украл мужик после школы, а все началось с того, что мы с моим другом просто решили стать знаменитыми. Мы с одноклассником разработали план, как стать популярными. Для этого мы каждую перемену подходили к окну и махали всем людям, которые проходили мимо школы. Суть была такая, кто-то из них поприветствует нас в ответ и запомнит это. И когда таких людей наберется много, мы выйдем из школы и все будут нам махать первые, так как узнают, а мы никому не будем, потому что мы уже крутые. Странности начались на третий день, когда один и тот же мужик подходил и махал нам в окно, а затем ждал нас после школы. Поняли, что это наш фанат и поэтому пора переходить на вторую ступень плана. Уже знаменитый, значит пора стать вечно недовольными и пафосными. Мы выходим из школы, этот мужик нам машет, я поворачиваю своему другу, говорю, «Егор, помаши, пожалуйста, ему в ответ моей рукой, я сегодня устал весь день на стройке». Что я строил? Недовольное лицо. Этот мужик купил нам чипсы, а затем предложил поехать вместе с ним в магазин игрушек, где он купит нам лего, ведь мы достойны большего. Единственной причиной, по которой мы не сели в машину к незнакомому человеку, было, «Извините, мы с фанатами в одной машине не поедем, вызывайте такси или передайте все ваши подарки через моего менеджера, ну то есть маму». Больше этого мужика мы не видели.